здравствуйте наталья смотрите уже я думаю вам все понятно с первого кадра что у нас с вами речь пойдет конечно про тональность раз мы с вами находимся в теме тональный эскиз и очень часто мы в цветной работе не замечаем ключевых таких массивных тональных пятен это мешает нам в работе даем и на курсе цвет учимся этому научимся воспринимать свойства цвета когда делаем упражнения выкраски изучаем тональную шкалу а в курсе свет мы проходим с вами теорию почему у нас такое происходит в среде в данном состоянии и мы опираясь не на то что видим как в курсе цвета на то что знаем из физики света тоже уже догадываемся что источник света первичный вторичный источник вторично отраженного света всегда будут светлее чем поверхность поглощающая свет да она конечно тут частично отражает но если мы сравним коэффициент отражения поверхности воды находящийся под открытым небом в такое время суток и коэффициент отражения света земли там и травы которые обладают более поглощающими способностями нежели отражающими конечно земля с травой будет тонально проигрывать и мы это знаем да а в цвете мы учимся это видеть делить на светлые тона определять свойства цвета там светлый холодный глухой оттенок например то воды земля будет там темная холодная глухая если мы говорим про распределение там колорита и будем их друг с другом сравнивать тому же между этими двумя холодными начинаем смотреть так ну кто-то из них наверное теплый да потому что на поверхности воды больше влияние теплого источника света чем на поверхности земли хотя и небо и солнце одинаково распространяют свой свет на воду и на землю да то есть все являются участниками этой единой сцены но по-разному расположены к этим источникам света и обладают разной способностью отражать это та теория которую мы знаем когда мы начинаем анализировать без воспоминания об этой теории да и сразу рассматриваем картинку мы начинаем наблюдать нюансы что есть небо и она к горизонту выглядит более темным есть вода и она в данном референсе тоже ближе к горизонту вот в этой всей ряби показывает нам меньше отраженного света чем вода приближенная к нам есть вот этот островок земли и в нем есть различия есть участки с более светлым освещенным покрытием есть более теневые если мы будем рассматривать каждый из этих участков в отдельности полностью игнорируя остальные и так и происходит у нас с вами анализ когда мы смотрим в точку смотрим в точку я вот просто закрою если я анализирую цветной референс и смотрю только на небо и пытаюсь понять что светлее что темнее я правильно отвечу на вопрос что да небо движущиеся к горизонту будет темнее чем верхняя часть а верхняя часть темнее чем солнце и мы с вами таким образом расставляем иерархию солнце самое светлое верхушка неба потемнее горизонт под еще потемнее все правильно ошибок в этом рассуждении нет и дело это заключение мы так и выкрашиваем потом мы можем поанализировать отдельно воду то же самое да решили тут посветлее там потемнее так и выкрасили здесь водичку посветлее там водичка потемнее потом анализируем землю смотрим тут земелька потемнее тут земелька посветлее сделали в уме градацию что чего светлее в каком порядке выкрасили противоречий нет да здесь вот у нас посветлее поверхность а здесь самые контрастные темные пятна если анализировать по предмет на объект на картинку то мы задаем вопросы которые не дают нам нужного ответа эти ответы правильные но они нам не говорят насколько это небо это солнце это вода или трава темнее или светлее абсолютно белого или абсолютно черного уже относительно которых мы бы нашли всем этим тоном их реальное расположение в тональной шкале если мы делаем черно-белый эскиз и их тональное расположение в цветовом теле если мы работаем цветом то нам помимо тональности она даже еще определить то есть цвет его цветовая группа его степень погашенности или насыщенности его светлота темнота то есть у нас с вами для поверхности воды но тут будут разные участки где-то красноватый спектр больше себе говорит где-то синеватый ну вот возьмем какой-то кусок вот для этого света образованного солнцем рассеянным солнечным светом в небе вот он попал рефлексами на поверхность воды характерно вот такая светлота это движение вверх вниз по цветовому телу вот такая погашенность это насколько оттенок удален от максимума спектра возможного да по насыщенности этого цвета насколько он светлый насколько он темный насколько он глухой это приближение к левой стороне если мы понимаем что этот оттенок вот такой по свойствам цвета вот его тональность а в сравнении с линии горизонта что будет происходить тональность поднимается вроде как выше но увеличивается насыщенность цвета и создается ощущение что этот цвет будет темнее чем вот этот хотя фактически цветной у нас тонально расположен выше да то есть выше к светлым оттенком нежели вот этот сложно он расположен ниже но из-за того что он серый он пустой он не насыщен пигментом он дает эффект светлоты вот а если мы выкрасим выкрас куда сделаем поверх фона неба и и для аналогии вот здесь например да мы тоже самое там проведем то мы можем найти другую там связку да что у нас может быть вода местами темнее небо местами вода будет светлее небо но тут еще в черно-белом варианте не всегда правдоподобно эти искажения происходят в целом здесь хорошо видно насколько вода в блеске темнее чем горизонт светящийся и цветовое тело редко когда обманывают а глаза часто когда обманывают и нам хочется вот здесь вот прям намазать темным чтобы вот тут вот эту разницу показать а вот здесь делаем избыточно светлым но мы с вами обсуждали что вода это часть отраженного света от неба да и когда мы сравним отражение в воде где бы мы его не тыкнули в розовый голубых цветовых группах близко к берегу далеко от берега мы с вами одинаково будем обнаруживать что любая светящаяся часть воды в том числе где световая дорожка от солнца будет темнее чем небо это всего лишь часть отраженного спектра от неба всего лишь часть поэтому на будет темнее но если мы не сравниваем это целиком то мы делаем воду светлее или равную чем небо что тонально неправильно но правильно если внутри воды смотреть и больше не с чем сравнить если мы с берегом не можем сравнить с темным берегом все будет казаться светлым дальше если мы возьмем даже самую темную часть у горизонта то она все равно будет светлее чем любая часть на земле но в данном случае если мы возьмем самую темную часть вашего горизонта и выкрасим она будет даже темнее чем земля то есть у нас в отдельном анализе по кускам не может сложиться цельной правильной картинки поэтому очень важно задавать вопрос никакое пятно какого темнее или светлее а насколько одно темнее другого и как это в комплексе друг с другом распределяется я обобщила перевела точнее ваш референс просто в черно-белый вариант очень часто камера вне камера до программы перевода в черно-белый они искажают реальность это точно так то здесь у нас произошло искажение вообще света в воде свет стал темнее воды вокруг это неправильно здесь программа решила солнечный вот этот ореол желтый прочитать как более насыщенный плотный тон и выразила его слишком темным что тоже не очень правильно ну на мой взгляд может быть я конечно не права но я думаю что все таки права всегда у нас объекты удаленные от солнца будут выглядеть тонально темнее чем ближайший к солнцу вот этот световой ореол поэтому я не наблюдаю здесь правды что мы возьмем часть этого света перенесем сюда и он будет аж темнее удаленного от солнца участка конечно нет то есть программа при переводе в чб тонкие нюансные моменты чаще всего перевирают мы это не раз на практике наблюдения на курсе цвет со студентами обнаруживали особенно в спорных моментах когда темный предмет на свету мы сравниваем с чем-то еще светящимся и там часто наоборот там все показывает но какие-то крупные отношения черно-белая переводка покажет даже лучше чем мы сами это сделаем в данном случае мы видим что программа переведя изображение в черно-белое слила воедино тончайшие отношения она их потеряла она их неправильно нет не так как наш глаз их восприняла но дала нам зато общую цельную картинку что в целом когда мы смотрим на этот цветной сюжет мы все небо море и солнце воспринимаем как зону среднего тона зона среднего тона плюс минус там есть нюансные такие отношения друг другу мягкие но они все находятся в тональной шкале в средне средне светлых каких-то тонах в центре есть акцент на и светлое пятно это наше солнышко которое при этом даже не занимает белую вершину она уже спектрально потемневшие и она конечно у нас с вами будет уже цветной то есть варианта чистой дырочки бумаги тут у нас тоже даже не будет то есть мы вот это небо сравниваем даже не с белым а уже с неким отступлением к средним тонам солнце даже может быть не самым светлым а вокруг него относительно все еще темнее и на вот это обобщение показывает насколько две трети картины занимают у нас с вами средние светлые тона средний плотненькие да такие треть картины у нас с вами занята темными тонами и темно-средними при этом в светлом этом небе у нас есть с вами акцентный кружочек солнца акцентное светлое пятно камертон максимально светлого а на земле у нас с вами есть черный код камертон максимально темного в этом сюжете и относительно них мы строим а за остальные тональные отношения и я взяла просто самый такой общий цвет тон точнее из земли не самый черный не самый светлый на тот как у которого больше всего некий средний темный тон оставила акцентную кошку мы оставили акцентное солнышко и взяла некий средний тон на небо и воду где-то они светлеют где-то темнеет но в целом плюс минус вот что-то такое ну может быть я не сильно объективно показала именно тональность может быть она чуть посветлее там да допустим было бы не суть от того оттенка вы бы где-то светлоту создавали или вот от этого нового вам придется где-то темноту создавать задача как бы до суть моего объяснения в том чтобы мы увидели эту картину вот такими пятнами и уже внутри вот этого темного пятна мы бы тут решали сколько еще нам надо добавить чего-то более темного в том числе кошку сколько еще здесь нам надо добавить более светлого но чтобы это более светлое вот в сравнении с этим светом здесь то она будет светиться но чтобы в сравнении с этим она была темным потому что эта зона темного объекта здесь свой диапазон тональности в в который мы можем вписываться. И никогда из этой темной ничего не будет равным или светлее тому, что тот на свету. То же самое с верхней частью. Здесь мы будем тоже искать, насколько мы можем здесь затемнить линию горизонта, потому что у нас там потемнела вода. Насколько относительно этого светлее или темнее вы там решаете. Как мы там с вами нарешали-то? Светлее или темнее? То есть тут линию горизонта задаем тонально. Градиент там не спойдет. Относительно этого, насколько будет светлее небо, которое отсюда начинается. И там, как мы дадим, может быть, еще чуточку рассветления к самому верху этого неба. Насколько будет ореол вокруг Солнца у нас рабочим. И что там у нас происходит в отражениях. То есть мы тут с вами решаем тоже свои распределения параллел, но в заданном диапазоне, чтобы какие бы мы не вносили сюда детали, с расчуренными глазами на расстоянии, это продолжало выглядеть как цельное пятно, родственное по тональным отношениям. А треть, относящаяся к земле, выделялась бы издалека цельным пятном, тоже родственными по тону отношениями, но в темной части тональной шкалы. И тогда картинка будет цельная. И тогда не будет отсеяться большая часть вариантов оттенков, которые мы будем здесь подбирать. Потому что нам тут уже не нужны сильно светлые, сильно средние. Мы будем сразу понимать, что надо гасить и темнить в замесах очень сильно на стадии цветного эскиза. Мы отсекли вот эти верхние варианты. Здесь у вас пока в вашем эскизе в зоне света присутствует то же самое, что в зоне тени. И в зоне тени присутствует то же самое светлое, что есть в зоне света. А это небо, солнце и вода, а это всего лишь земля с травой. И они физически не могут отразить одного и того же. Физически невозможно это в данных условиях, в данном ракурсе, то, что мы сейчас наблюдаем. Эту роль света надо отдать верхним двум третям, где происходит сам процесс свечения и процесс отражения этого света. Поэтому там нет ничего вот такого черно-темного. Тональный эскиз должен составить нам уже общее представление о тональном распределении. Не просто найти, что чего темнее в отдельных кусках. Иначе не будет работать. По свету тоже мы не должны создавать конкуренцию самому источнику света. Потому что сейчас выглядит эта тональность на воде почти так же, как солнечный свет. Очень сильно похоже. А солнышко у нас и без того цветное, как мы упомянули, то есть уже имеющее тональность, окружено цельно такими средними всякими разными тонами, за счет чего оно и светится. Если мы не дадим вокруг этой плотности, но не самой темной плотности, то солнце светиться у нас не будет. Какие-то вот эти публикушки от солнышка, сверкающие зайчики на воде, тоже темные, цветные, интенсивные, они не смогут светиться на пространстве равном себе по тону или более светлому. Поэтому здесь нужно провести серьезную тональную аналитическую работу. Как это на самом деле в тоне выглядит. И если у вас эскиз будет тонально сильным, убедительным, да, таким цельным, мы стремимся к цельности здесь, то какое-то искажение в оттенках, что вы не попадете там в цвет синего, в цвет красного, цвет зеленого, это будет не так важно. Это никто не заметит, если не дать задание найти 10 отличий с фотки. То есть если фотки не показать, то зритель не поймет, что что-то не так. Ну, если, конечно, не будет сильного рассинхрона неба и воды по цвету. Но в целом, если вы выдержите эту тональную схему, то отклонение от цвета, принятых решений в сторону тех или иных цветовых групп, будет не так сильно ощущаться. Выдерживание темного тона уже само по себе защитит вас от выбора избыточно чистых насыщенных цветов в зелени, о которых мы говорили в предыдущих уроках, когда анализировали референс. Движение в сторону темноты зафетом и защищает нас от слишком ярких цветов. Мы не сможем их тут получить, если будем выдерживать тональность, темноту. Так же, как и в зоне неба. Не надо бояться сделать грязь, если мы не переходим за определенные пределы светлоты и не утопаем ниже в более грязные и темные тона. Оттенки здесь сложные наверху. Это не спектральные цвета. Они все в базе содержат эффект погашения. То есть они все триадные, все достаточно грязноватые. Вон они находятся справа вообще в земельных группах разбавленных. Много здесь погашения в составе. Про воду я вообще молчу. Это просто палитра серых. Но они будут выглядеть светящимися, легкими, цветными. Если в них эту светлоту сохранить. Пойдем больше в темноту, то пойдет усиление концентрации из того, из чего они состоят. И начнутся грязные оттенки. В светлом состоянии даже грязные цвета будут выглядеть почище. Я очень прошу переделать тональный эскиз. Сделать его более цельным, осмысленным. И, пожалуй, более чистым технически. Потому что здесь очень сложные стоят по программе заливки. Они ровнейшие. Их надо репетировать. И я вас очень попрошу использовать сейчас эту возможность. По крайней мере с небом и водой. Ближний план попроще. Чтобы вы сейчас на этом черно-белом эскизе отработали технику нанесения акварели. Чтобы у нас на чистовике подобные штуки не вылазили. Дополнительно у вас будет попытка, еще одна возможность сделать эту отработку уже в настоящем цвете на цветном эскизе. И на чистовик вы пойдете уже с хорошим отложившимся опытом.